Когда ты их читаешь, то в твоем воображении рисуются картины, описанные в Библии, и они оживают. Эти ситуации, эти слова, сказанные особенно Иисусом Христом, они оживают, дают надежду и веру. Как будто крылья вырастают, когда ты цитируешь эти места, когда ты говоришь в сложных жизненных ситуациях места из Библии, то ты становишься как бы соучастником того, что происходило на страницах, того, что происходило две тысячи лет назад. Они имеют помазание, они имеют силу. Открою небольшой секрет, одним из моих любимейших мест в Библии, там, где принимает участие непосредственно Иисус Христос, есть воскресение дочки Иаира. Я думаю, все вы читали. И особенное помазание, вдохновение сходит на меня, когда я читаю буквально несколько слов. Талифа куми. Тебе говорю, девица, встань. Когда я читаю это, когда я говорю это в нужное для этого время и местах, когда я молюсь за исцеление, за освобождение, я говорю и цитирую Талифа куми. И эти слова, они имеют огромнейшую силу. Внутри меня просыпается кладезь веры. Я ощущаю божественное помазание. И сколько раз я видел, как эти слова, они свершают то, для чего их послал Иисус Христос на землю и в нашей жизни. Таких мест много в Библии, но и у каждого, я знаю, есть особенное свое место в Писании. Я хочу сегодня с вами поделиться из Марка. Я начну, вернее, читать от Марка. Евангелие от Марка, 4 глава. Здесь описывается великая буря, поднявшаяся на Генесаретском озере, когда Иисус Христос и его ученики отправились в плавание. И вот что здесь написано. Включите воображение. Ведь мы же с вами люди творческие, созданные по образу и подобию Бога. И когда мы представляем то, что слышим или читаем, то оно в разуме нашем оживает. И вот что здесь говорится. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он, Иисус Христос, а он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою, «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Эти слова прозвучали во время великой бури. Штормы и бури. Вы знаете, в нашей жизни так часто происходят различного рода ситуации. Какие-то передряги, переделки. Какие-то ситуации возникают вдруг из ничего. Одни ситуации мы можем предвидеть, а другие возникают как бы из ничего. И мы, оставшись один на один с этой великою проблемой, как мы ее считаем, и мы, попавшие в эту великую бурю, удивляемся, что мне дальше делать. Знаете, в жизнях так бывает. Смотришь на прогноз погоды. Вот моя ненаглядная Лидия, каждый день она начинает практически... Нет, начинает она, конечно, с того, что говорит мне привет, неси кофе. А потом, пока я готовлю кофе, она мне уже по моему приходу в спальню докладывает, какая погода нас сегодня ждет. И вы знаете, бывает так, что она говорит, вот, опять все поменяли. Как будто это те, кто пишет прогноз, они заказывают погоду. Мне становится смешно. Говорит, опять все поменяли. На сегодня должно было быть солнце, а уже прогнозирует дождь. Скажите, пожалуйста, вы в своей жизни сталкивались с подобного рода ситуацией, когда вы планируете выход на пикник, на рыбалку, за грибами, и вы смотрите прогноз погоды. Классно! В субботу солнце и хорошая погода. И вот суббота, ты просыпаешься, гром, молния и ливень. Планы рушатся. Есть ситуации и события в жизни, на которые мы с вами можем повлиять, а есть, на которые абсолютно никак мы не можем с вами повлиять. Когда вера по горизонтали, то есть мои способности, мои таланты, мои мысли, мои возможности физические и финансовые, не могут мне помочь, когда остается только лишь вера по вертикали. И ты, столкнувшись с этой проблемой, лицом к лицу, понимаешь, все, я приплыл. Мне может помочь только Бог. И ты кричишь, Господи, я сдаюсь, помоги мне. И Господь выходит навстречу и помогает, решая ту или иную ситуацию. Кому из вас хоть раз в жизни, как помните, к Петру, Господь выходил навстречу, и когда вы находились в безнадеге, оказывал вам серьезнейшую помощь. Кому из вас такое в жизни приходилось пережить? Ну, тогда о чем с вами говорить? Вы все знаете. Но, как написано в Писании, напоминанием возбуждаю чистый смысл. Я хочу вам сегодня еще раз показать, на кого нам нужно уповать, надеяться, кому нам нужно кричать и взывать, когда мы нуждаемся в помощи, как эти здоровые дядьки, еврейские рыбаки, ученики Иисуса Христа. Они всю жизнь плавали на этих лодках. Они всю жизнь ловили рыбу в этом Генесаретском море. И вдруг они оказались в ситуации, когда поняли, все, безнадега. И тут они вспомнили, что у них на корме и Иисус Христос. И они его будят, и говорит, учитель, тебе что, нет дела, что мы погибаем? Иисус Христос, конечно же, их упрекнул, как же вы так не имеете веры, но сказал слова, которые каждый из нас помнит и слышит каждый раз, когда приходит шторм и буря в жизнь. «Утихни, перестань». И море утихло, и они удивлялись, куда же делся шторм? Кто это, что имеет такую огромную силу и такую власть над морем и ветрами? Одно из имен нашего Господа, позвольте мне так сказать, укротитель всякой бури. Наш Бог способен, и более того скажу, хочет угасить, утихомирить всякий шторм и бурю в твоей жизни. Повернись тому, кто рядом с тобой, и скажи, мой Бог укротитель всякой бури. Укротитель всякой бури. И если мой Бог укротитель всякой бури, то мой жизненный корабль не потерпит кораблекрушения. Моя вера, мое служение, моя работа, моя семья, они всегда будут на плаву, потому что мой Бог укротитель всякой бури. В жизни людей буря ассоциируется с великими проблемами. Когда мы с вами поем песни прославления, в которых поем такие слова, над бурей буду я летать, парить, когда мы говорим о бурях и штормах, мы подразумеваем серьезнейшие проблемы. Сегодня наша Украина, она находится в эпицентре серьезнейшей бури. и нам не к кому бежать, нам не к кому просить о помощи, кроме как Бога. Проклят всяк человек, который делает человека опорой своей, который надеется на людей, на Бога. И мы знаем и верим, Господь выйдет нам навстречу. И Украина будет совершенно другою страною. Псалом 88. Сегодня буду говорить про воду. Сегодня буду говорить только про море. Есть моряки? Я тоже не моряк. Ваша бабушка моряк. Вы бабушка моряк. Вы бабушка моряка. Ну отправите ему запись служения. Нахай посмотрит. Ему это нужно. Псалом 88. Псалом 88. Давайте я с 9 прочту. Господи, Божий сил, кто силен, как Ты, Господи? И истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря. Когда воздымаются волны Его, Ты укращаешь их. Вы когда-нибудь видели Настоящий, серьезнейший шторм на море? Кто-нибудь из вас был там? Ну если вы не моряки, то не были. Были? Я честно скажу, один раз на Киевском море ловил каких-то рыбов и попал в шторм. Ну по киевским меркам, по меркам Киевского моря, то был шторм, потому что я ехал на каком-то челнике резиновом, И у меня борца-то борта 42 сантиметра, и эти волны иногда аж захлестывали. Я вам хочу сказать, ощущения не из приятных, потому что хоть я и умею плавать, но удочку-то жалко. Понимаете? Страшно. Ты понимаешь? Ты не можешь ничего изменить. Великие штормы и бури порою возникают в наших жизнях. Буря, штормы – жизненные проблемы. Но на море буря и шторм – это всего лишь волны, но их, эти волны, создает ветер. Вы слышите меня? Любой шторм, любая буря на море, она спровоцирована ветром. Ну, конечно, бывают цунами, спровоцированные землетрясением, но мы сегодня говорим о той ситуации, в которую попали эти рыбаки. Любая ситуация на море, буря, шторм спровоцированы ветром. И вы знаете, волны-то мы видим. Волны мы видим. Моя внучка так любит прыгать на этих волнах, когда они не выше ее. Но когда она видит, что идет волна выше ее, я ее, конечно, не боюсь, этой волны, но она там меньше. И она вяжет, кричит и текает скорее на берег. Ну, ей нравится, когда ее волна накрывает. Но когда ты посреди моря, когда ты посреди океана, и эти волны выше твоего судна, я думаю, это жахиття. Мы с вами волны-то видим, а вот того, кто их провоцирует, мы не видим. Мы с вами не видим ветра. Но Иисус Христос, находясь на этом корабле, дал повеление ветру. Утихни и морю перестань. Мы с вами знаем, что, как написано в Писании, хранилища ветров от четырех сторон, так написано в Писании, они находятся во владычестве Бога Всемогущего. И Бог управляет и повелевает всеми ветрами. Ветер, казалось бы, передвижение воздушных масс, но это передвижение воздушных масс услышало слово, сказанное Иисусом Христом, и перестало дуть. Мы часто в жизни сражаемся с волнами, мы часто боремся со штормами, не думая о том, что нам нужно бороться с причинами. Наш Бог, Он тот, кто борется с причинами, Он приказывает причине успокоиться и остановить это следствие. А мы боремся только с проблемами, в причины часто не заглядываем. Мы можем плакать перед Господом и говорить Ему, почему у меня эта болезнь столько лет. А Бог видит причину. И когда ты молишься, откровенно Господу молишься, плачешь перед Ним и взываешь, Господи, нет у меня надежды ни на что и ни на кого, только Ты, Господь, Бог мой, Ты можешь мне помочь. И вдруг Господь повелевает, и открыта тебе причина, почему возникла эта болезнь. Ты уже 20 лет обижаешься на свою мать. Ты 30 лет ненавидишь своего отца. Ты имеешь серьезную проблему, которая тянется за Твою, за всей Твоей жизнью. Ты имеешь грех, поэтому у тебя проблемы. Ты имеешь неправильный образ жизни. Ты вор. Ты не даешь десятину, а плачешь и скиглишь мне, почему я бедный. Бог показывает причины и обращает Твой взор, чтобы Ты вместе с Иисусом Христом выступили на борьбу с этими причинами. Вы слышите меня? Господь, повелитель всякой бури, Он скажет слово, и она утихнет. Но тебе нужно решить проблему, ту проблему, которая привела к этому шторму. Тебе нужно примириться с Господом. Тебе прежде всего нужно обратиться к Нему. Найти эту причину и решить ее. Бог наш борется с причинами, а не со следствиями. Еще хочу одно место зачесть из Псалтыря. Псалом 106. Чтобы не ошибиться. Да, 106. Псалом 106. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Господь превращает бурю в тишину. На твоем жизненном пути совершенно неожиданно, когда ты движешься в какую-то цель, когда у тебя перед тобою стоит задача приплыть на ту пристань, вдруг, совершенно неожиданно, ты оказываешься в эпицентре шторма и бури. Мы с вами, верующие люди, знаем, как никто, когда перед нами стоит цель приплыть в ту или иную гавань, которую нам открыл Господь, то дьявол обязательно будет нам противиться. Обязательно возникнет ряд проблем, которые вдруг из ничего начинают уничтожать нашу веру. Когда они пытаются разбить борт корабля твоей веры, твоего служения, твоей работы, твоей семьи. О, сколько такие штормы потопили кораблей! Сколько на дне морском душ погибло! Только лишь из-за того, что испугались, устрашились. И как тут написано, и вся мудрость их издаивает. Когда человек находится посреди этого шторма, ему надеяться на свой разум, на свои физические силы. Бессмысленно! В конце 23 тревога один из симптомов вот этого вот шторма. Это как корм, чей на корабле начинает бры-бры-бры-бры-бры-бры-бры-бры-бры-бры-бры-бры. Вот это вот греметь и долить на мозги. Вот эта вот тревога давит людям на мозги. Но мы с вами сегодня говорим как раз-таки об этой ситуации. Доверьтесь Господу! Скажите телефону Шау, молчи! Иисус Христос сильнее любой проблемы. Так о чем я говорил? Когда ты движешься в цели, у тебя непременно будут проблемы. Непременно ты столкнешься с ситуациями, которых ты вдруг поймешь. Я этого не знаю. Я этого не умею. У меня это не получается. Возникла какая-то ситуация, которую ты совершенно не способен решить. Кричи к Господу. Воззови к Нему. Не надейся на свои силы. Не надейся на свой разум. Кричи до Господа. Моя вера не потерпит кораблекрушения, потому что мой Бог – укротитель всякой бури. На пути к желаемой пристани всегда будут возникать нежелаемые бури. Дорогие братья и сестры, переходим к действию. Деяния. Откроем все книгу «Деяния». Хотя у нас оно высвечивается, да? Деяния 27 глава. Апостол Павел. Один из прекраснейших апостолов Иисуса Христа. Не покладая рук, трудился после своего обращения под Дамаском. Он трудился на поле евангельском, проповедовал Иисуса, приводил ко спасению тысячи людей, открывал церкви. Казалось бы, у такого-то человека, как Павел, в жизни вообще не должно быть никаких бурь. Ведь он силосиленна. Но когда мы читаем «Деяния», мы с вами бачим, что у Павла столько было трудностей, проблем, штормов и бурь, что я, честно сказать, не знаю, выдержал ли бы я. Но Бог не допускает мне то, что допустил Павлу. И вот, когда его уже везут в Рим, он уже арестован, он находится, так сказать, под следствием, его везут в Рим к Кесарю, корабль, на котором они плыли, попал в серьезнейший шторм. В серьезнейший. И мы сегодня прочтем именно об этой истории, эту историю прочтем. Итак, мы начнем. 27 глава, с 20 стиха мы прочитаем. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Если ты в своем шторме и буре еще видишь какую-нибудь надежду, ты счастливчик. Когда ты еще знаешь и говоришь сам себе, у меня есть вот этот вариант, это попробуйте, да. У тебя есть таблетки на тумбочке, у тебя есть еще что-нибудь, ты на что-то надеешься. Тебе еще нормально, будем так говорить. Но в этой ситуации Бог нам показывает величайшую бурю, в которой у людей, как тут еще раз прочту написано, исчезла всякая надежда к нашему спасению. Вы можете себе представить ситуацию, когда у вас нет никакой надежды, безнадежности. И как долго не ели, читаем дальше, то Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас, ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль». Страх перед любою проблемой, страх перед ситуацией, в которой ты оказался в безнадежности, парализует. Парализует. Вы когда-нибудь видели записи с камер внутренней регистрации, когда водитель дальнобойщик или там просто водитель едет за рулем, и камера его снимает, и он оказывается в ситуации, на которую он уже не может повлиять. Обратите внимание на лицо человека. Он становится скованным, большинство из людей становится скованным. Женщины так вообще бросают руль и закрывают глаза. Вы смеетесь? Но это физиологически, когда человека парализует страх. Страх просто парализует. И как важно, как важно, чтобы рядом с тобою, рядом со мною, в ситуации, когда я уже оказался в безнадеге, как важно, чтобы со мною оказался человек, подобный Павлу, и сказал мне, не бойся, укрепись. Не бойся, укрепись. Такой человек, как Павел, это образец того, кто должен с тобою быть рядом в случае проблемы. Церковь – это корабль, на котором мы с вами идем в гавань под названием спасение. Да, будут штормы. Будут штормы на отдельных этапах жизни. Будут штормы в твоей жизни, ситуации в церкви. Будут, они будут. Но как важно, чтобы на этом корабле, среди многочисленной команды, нашелся человек, который бы сказал тебе, не бойся, укрепись. Как важно, чтобы на корабле твоей семьи, твоей работы, нашелся тот, кто скажет, не бойтесь, а укрепитесь. Павел, он не гробовщик. Смотрите, что он говорит этим людям, находящимся с ним в этой ситуации. Он им как бы напомнил ситуацию и говорит, надо было вам послушать меня на Крите, когда я вас предупреждал. Я же, как Лида, смотрел прогноз погоды. Я же знал, что будет, потому что мне открыл это Бог. Я знал, что мы попадем в серьезнейшую проблему. Знал, что впереди нас ждет. Вы же не послушали меня. Он им сказал, надлежало вам послушать меня, тогда бы мы избежали всех этих проблем. Сколько раз тебе говорил Бог, не делай то, не ходи туда, не садись там, не сообщайся с этими людьми. Но ты говорил, я знаю, я умею. И когда ты оказываешься в подобной его родной ситуации, тебе кажется, что именно сейчас Бог тебе скажет, а я тебе говорил, теперь выгребай сам. Но Бог, Павел, не гробовщики. Павел, показав проблему, показав причину, по которой оказались они в этом шторме, сразу же дает им выход из ситуации. Он говорит им, не бойтесь, ободритесь. Потом он им скажет, давайте мы поедим, потому что они ели уже 14 дней. Павел показал людям выход и дал им надежду. Религия всегда рассматривает проблему. Она ее смакует. Она делает человека виновнее виновных. Она добивает его. Однажды, когда я обратился к одному священнику, он мне подписал смертный приговор, сказав, у тебя грех смертный, Бог тебя не простит. Это религия. Потому что человек, находящийся в религиозном состоянии, судит человеческими помышлениями. Но Бог не такой. Бог, как мы сегодня слышали на преломлении, есть любовь. Он любит и желает, чтобы мы вышли из этих штормов, из этих бурь и передряг. И хоть ты не послушал меня, сказал мне однажды Господь, когда я взял машину в кредит, когда я поделал документы, чтобы банк мне дал тот кредит, когда случилась серьезнейшая ситуация, я попал почти на 30 тысяч долларов, мне Бог через одного служителя сказал, я выведу тебя из этой ситуации, но ты возьмешь серьезный жизненный урок. Я сказал, что я больше в жизни не возьму ни одного кредита. И поверьте, у меня их нет. И всегда всем говорю, не берите кредит. Берешь свои, чужие, отдаешь свои. И ты не можешь повлиять на то, что будет завтра, когда вырос курс доллара в два, потом в три раза. Я понял, что я попал. Ну ладно, это другая история. Павел сказал о причине и сразу сказал о решении этой причины. Стих 23, мы читаем эту историю и делаем высновки. 23 стих. Павел продолжает. Ибо ангел Бог... Слушайте внимательно теперь, потому что можно было прочитать это место и сделать три вывода и сказать аминь. Суть. Суть. Выход до человека из проблемы. Божий путь. У как можно угасить любой шторм, любую беду. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, не бойся, Павел, тебе должно предстать перед Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. В этих двух стихах есть три величайших принципа божественной помощи нам в любом шторме и буре. Павел обычнейший человек, но исполняющий миссию, которую даровал ему Господь. Вы думаете, он не сильно-то переживал и боялся? Думаю, что по-человечески боялся. Он видел, что проблема приближается, что корабль вот-вот пойдет на дно. Но ангел Бога явился ему ночью и укрепил его и сказал. Павел произнес формулу спасения Божьего. Он говорит, явился мне Бог, Которому принадлежу я. Итак, первое. Я принадлежу Богу. Ты принадлежишь Богу, на Которого ты собираешься уповать завтра. Ты принадлежишь Богу, о Котором ты сегодня слышишь. Можешь ли ты сказать, что Иисус Христос, на Которого я уповаю, мой Бог? Есть большая разница верить, что Бог есть и принадлежать этому Богу, который сущий. Принадлежать Богу может человек, который осознанно покаялся в своих грехах и разрушил эту стену между Богом и собою. Грех неповиновения Богу является тем разделяющим. Понимаете? Принадлежность к Богу определяется твоей чистотой, безгрешностью. Ты становишься тем, кто принадлежит Богу лишь тогда, когда, поверив в Спасителя Иисуса, каешься в своих грехах. Если ты это сделал, ты счастливейший человек. Ты принадлежишь Богу. Итак, первое. Я принадлежу Богу. Второе. О чем говорит здесь Павел вторая составляющая, второе число или значение этой формулы. Тут сказано, которому принадлежу я и которому и которому служу. как много людей принадлежит Богу, но служить Ему вообще не желает. Ну зачем мне эти проблемы? Ну зачем мне эти трудности? Ведь я же знаю, если я стану на служение, обязательно попаду в шторм. Ну всем повезет, мне же нет. То акула глухая, то свисток поломанный. Зачем оно мне нужно? Многие так рассуждают. но Бог обращает внимание на тех, кто не безразличен к Его делу. Бог особо внимательно смотрит и следит за жизнью людей, которые Ему служат. Тебе может быть 80, и ты хочешь сказать, что ты не можешь быть лидером домашней церкви, но из тебя вот такой молитвенник. ты можешь ходатайствовать за нашу землю, за церковь, ты можешь ходатайствовать за братьев и сестер, ты можешь увидев проблему или услышав о ней молиться к Богу, ты можешь лезти в церкви любое служение, служи Богу и в церкви, и там в городе, проповедуй Евангелие, рассказывай свидетельства, говори людям, что Бог живой, служи этому Богу, Бог направит тебя, Он покажет тебе, что тебе нужно сделать сегодня и третьего дня, служи Богу, как ты можешь, принадлежащий Господу обязательно будет ему служить. Павел говорит, не бойтесь, ибо ангел Бога, которому я принадлежу и которому я служу, сказал третью, основную часть, не бойся, я с тобой. вы слышите меня? Не бойся, я с тобой, какая бы ситуация не возникла в твоей жизни, Бог говорит тебе, я принял тебя во свои обители, я записал твое имя в книгу жизни вечной, я простил тебе все грехи, потому что ты поверил сыну моему Иисусу Христу, который на кресте умер вместо тебя, за тебя, за твои грехи, ты принял эту жертву, ты мой, потому что ты куплен драгоценнейшую ценою, я заплатил тебя величайшую цену во всей вселенной, жертва Иисуса Христа заплачена мною, за тебя говорит тебе Господь, ты несешь служение в церкви, в теле моем, ты делаешь что-то, ты делаешь что-то, не переживайте, Бог видит и знает все, даже если не знают и не видят люди, Он знает, что ты делаешь для Него, Он видит твои отношения с Ним, Он видит твои пожертвования, Он слышит твои молитвы, Он знает, о чем твое сердце кричит к Нему, Он все знает, Он ценит твое служение, служи тем, что ты можешь делать, не покладая рук, проси Его, чтобы Он направлял тебя, Бог говорит, я вижу твое дело, я вижу твое служение, ты мой и служишь мне, я Господь твой, ты мой сын, который служит в доме моем, посему говорю тебе, сын и дочь, не бойся, я с тобой, я повелитель всякой бури, я укротитель всякой бури, и кто бы не выступил против тебя, я за тебя, а если я за тебя, говорит Господь, кто против тебя может выступить? Да, Бог допустит определеннейшие ситуации в наших жизнях, да, мы будем вынуждены барахтаться в штормах, мы будем вынуждены бороться с этими волнами, с этими ветрами, мы будем это делать в своей жизни, совершенно неожиданно они будут возникать, но пусть в памяти всегда всплывает, что ты принадлежишь и служишь Богу всемогущему, который есть укротитель всякой бурь. Какая бы ситуация ни была в твоей жизни, воззови Господу, воззови так, как ты это можешь. Если ты просто думаешь, что Бог, ты видишь все, ты знаешь, как решить мою проблему, ну все, я пошел. Нет, я думаю, что надо как-то более, больше предложить стараний и усилий, как Павел говорит, не до крови вы еще сражались, сколько ты пропастился, сколько ты молился за эту нужду, сколько ты провел бесед со своими служителями, ища причины, почему возникла эта буря. Вы докопаетесь до них, и помолившись, Бог уберет эту причину, а как вследствие шторм угаснет, он утихнет, не имея подпитки и силы. сражайтесь, боритесь и поборете. Ух ты, я цитирую украинских классиков. Видите, я помню, что сейчас. Дорогие братья и сестры, мы будем сейчас заканчивать, и я хочу пригласить вас к молитве. Пусть эта молитва будет началом твоей борьбы за твою свободу, за то, чтобы прекратились в твоей жизни штурмы и бурь, в которой ты находишься сегодня. Я вот гляжу на брата и сестру, которые буквально недавно свидетельствовали о серьезной ситуации в своей жизни. Свидетельство истинной Божьей любви и сил. Как вы себя чувствуете, сестра? Хорошо? Бог живой. Сколько раз ты выходил из бурь победителем, вспомни об этом и укрепись. Буря, которую ты сегодня проходишь, поверь мне, не самое серьезное. Этот шторм не самый серьезный. В Крыму по Десском побережье в конце того года, помните, какой шторм был? В конце года. Мы как раз были с Лидой на море, но на другом. И там тоже был шторм. Но то, что мы видели, произошло на Черном море. Жители говорят, что такого больше ста лет не было. Но он прошел. Любой шторм пройдет. Любая буря пройдет. Вопрос, твой корабль останется на плаву? Давайте мы поднимемся на наши ноги, братья и сестра. любая проблема имеет причину. Есть хороший Божий принцип, что посеет человек, то и пожнет. «Хорошо, когда ты пожинаешь добро, значит, ты сеял добро. Плохо, когда пожинаешь волчцы и тернии, значит, ты их сеял. Когда ты сеял боль и пожинаешь ее сегодня. Проблема всего в наших кораблекрушениях виновны нашей грехи». Я хочу обратиться к тебе, дорогой друг. Сегодня ты стоишь перед выбором жизни. Бороться с этими штормами дальше самому или закрепиться поддержкой Бога Всемогущего, который одним лишь только словом. Утихни, перестань решить любую проблему в жизни твоей. Но тебе надо принадлежать этому Богу. Начнем сегодня с этого. Если ты еще никогда не просил у Бога, чтобы Он простил тебе твои грехи, если ты вновь вляпался в этот грех сейчас, то тебе нужно просто покаяться для того, чтобы вновь принадлежать Богу. Если ты хочешь, чтобы Бог простил тебе твои грехи, я прошу тебя во имя Иисуса Христа выйди сюда вперед, и мы с тобою вместе помолимся простой молитвой, в которой мы скажем Богу «Прости меня, Бог». Молитвой покаяния. Не бойся и не стесняйся. Когда человек попадает в шторм, когда он находится в состоянии безнадеги, тогда он не стесняется кричать. Я прошу вас, не стесняясь, выходите вперед. Ведь в этом доме есть люди, которые нуждаются в Божьем прощении. Грехов не бывает маленьких и больших. Грехов не бывает одних к смерти, а других еще к чему-то. Любой грех, сделанный человеком – это дорога к смерти, дорога в ад. Нам нужно прощение, нам нужно покаяние, нам нужно божественное прикосновение к нашим жизням. И тогда мы с вами будем жить и радоваться этой жизни. Тогда мы будем приставать к пристаням, к которым мы шли. Тогда наши корабли никогда не потерпят кораблекрушения. ни наша семья, ни на работе, ни служение в церкви мы всегда будем на плаву, потому что наш Бог укротитель всякой бури. Не стесняйся и не бойся Бога. Не стесняйся и не бойся церкви, потому что в этом доме, в любой церкви находятся люди, которые переживали эти проблемы. Люди, которые сами были грешниками, но покаялись и Бог изменил их жизни. Тебя никто никогда не осудит, потому что в церкви Господь содержит детей своих, несущих жизнь, а не смерть. Мы не гробовщики, мы не осудим тебя, мы поможем тебе изменить твой образ жизни, потому что знаем того, кто это может сделать. Имя Ему Иисус Христос. В этом доме есть люди, которые особенно нуждаются и вы боитесь выйти. Перестаньте торговаться с собой, не торгуйтесь с Богом. Это очень страшно, когда ты остался один на один с проблемой, с ситуацией. Вы можете помолиться на месте, если вы все-таки хотите это сделать. Там, где вы стоите, вы также можете произнести эту молитву, но вам, кто вышел сюда вперед, спасибо, потому что вы стали перед Господом, вы услышали Его призыв, откликнулись на Него. Я приглашаю вас к этой молитве. Давайте вместе молиться и повторяйте за Мною эти слова. Слова простейшие. Я буду молиться российскую мовую, вы же можете молиться на той мове, на которой он сручен. Отец мой Небесный, Бог Всемогущий, Повелитель, все в руке Твоей, я каюсь пред Тобою во всех своих грехах во имя Иисуса Христа, Сына Твоего, Который пришел на землю, чтобы заплатить за все мои грехи. Я каюсь пред Тобою. Я верую в жертву Христа. Я верую, что кровью Его я омыт и прощен Тобою. Прости меня, Отец. Я отрекаюсь от всякого зла. Я верю, Ты мой Бог, Который любит меня и Который прощает меня. Помоги мне жить новой жизнью, без греха. Помоги мне прощать помоги мне побороть всякую обиду. Веряю жизнь свою в Твои руки, Бог всемогущий. А всю славу за мою новую жизнь я воздам лишь Тебе одному. Великий Святой Бог, Отец, Сын и Святый Дух. Аминь. Слава Богу нашему. Не спешите расходиться все те, кто сегодня покаялись впервые. Вам сейчас подарят Новый Завет, подарят книгу со свидотствами. Лидера, пожалуйста, заполните карточки знакомства, помогите. И всех ждем вас завтра, в понедельник, на наставничестве один здесь, в храме в 19.00. Да благословит Господь вас! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!